здравствуйте дорогие друзья гости ну и конечно же подписчики моего канала с вами нестиген олег и как-то разглядывая в очередной раз по google карте китай знаете был поражен а поражен водными каналами даже не то что это водный канал а их количество давайте я вам покажу более детально а чего я был немного шокирован посмотрите внимательно какое количество водных каналов в китае это целый лабиринт из водных дорог это миллиона островов знаете здесь венеция даже сравниться не может я вам попозже открою по карте покажу как выглядит венеция со своими каналами и вы увидите то что венеция не может сравниться именно с китайскими каналами это какой-то водный мир знаете совсем другое да есть каналы правильная форма как видите состоящий из квадратов есть каналы которые созданы как попало то есть без всякой планировки если более детально присмотреться по карте то мы увидим то что он практически все эти островки соединены между собой небольшими мостами то есть можно даже им на велосипеде на машине им передвигаться помимо как по каналам среднем ширина таких вот каналов 30-35 метров теперь представьте какой труд надо чтобы создать вот такое количество каналов и знаете это просто на огромной территории когда они успели китайцы эти каналы создать кто какой техникой вы когда-нибудь задумались над этим вернее задумаетесь сколько воды надо чтобы заполнить все это еще раз говорю каналы немаленькой ширины вот в этом месте и по 40 метров да поразительно что я могу сказать дорогие друзья такое я впервые вижу вот в этом месте также очень странные каналы ну это да это рисовые поля я спорить не буду также посмотрите какой труд что все это создать и как все это необычно выглядит а это уже в озере все находится да очень необычно теперь давайте откроем левое окно и в объем венеция италия поиск теперь смотрите как выглядит каналы венеции про венецию нам все уши прожужжали про то какое количество каналов как-то на лодках плавают вот так эти каналы выглядят с высоты как говорится птичьего полета и вы теперь видите то что венеция ну никак не может сравниться по количеству каналов с китаем здесь их не так много здесь больше конечно домов плотная застройка лодки каналы не такие широкие как в китае не так их много да но почему про китайские каналы никто ничего не говорит и не пишет почему молчание везде постоянно да как видите здесь не так их много таких вот каналов в основном вода залив ничего больше канала здесь никто не создавал создавали лишь острова скорее всего строили дома поэтому канала здесь получили сами по себе так но мы давайте вернемся в китай посмотрим что тут помимо каналов еще интересно можно увидеть давайте напоследок еще посмотрим полюбуемся если кто-то хочет самостоятельно рассмотреть и изучить эти каналы наберите в поисковике мань шань и рядом с этим городом вы увидите эти каналы так а также я хотел вам показать самые большие мегалиты которые когда-либо вырубил человек из цельного скального массива находятся они в китае вот так они выглядят по google карте вот так более детально официально пишут то что в далеком прошлом находится этот мегалит яншанском карьере этот древний каменный карьер расположен вблизи города нанкин карьер этот прославился наличием гигантской незавершенной стеллы вырубка которая была прекращена во время правления императора юн лэ начале 15 века история этого яншанского карьера очень интересная карьер был разработан еще во времена шестой династии в нем добывали известняк который шел на строительство зданий стен из статуи после того как джу юан джань император хуй у в 1368 году основал династию мин город нанкин стал столицей его империи яншанский карьер стал основным источником камня для крупных строительных проектов которые изменили облик нанкина и в 1405 году сын хун пу император юн лэ приказал в карьере вырубить гигантскую стеллу чтобы поставить ее ума в заре сиолин для своего умершего отца и согласно устоявшимся канонами возведений китайских мемориальных стелл были приготовлены три отдельные части это прямоугольное основание пьедестал тело стеллы и главная часть стеллы корона украшенная драконами согласно версии археологов после того как большая часть работы была проделана архитекторы вдруг осознали что им не по силам просто элементарно переместить гигантские блоки из яншаня до мавзолея сиолин не говоря уж о том чтобы установить их надлежащим образом и в результате проект был заброшен вот такая официальная информация на эту тему сейчас это музей под открытым небом но почему-то мало кто знает об этих гигантских мегалитах технология простая как видите то есть вырубались просто огромные коридоры ну а далее внизу вырубали вот такие вот ниши которые верхняя часть как видите стояла как бы на столбиках временно это так хотели но что-то у них не получилось то есть они прочитались поэтому 3 мегалита так осталось ну по крайней мере это официальная история как на самом деле было здесь далеком прошлом я не знаю пишите свое мнение комментариях так но мы давайте еще посмотрим что тут в китае интересно можно увидеть так под вопросом очень интересный холм состоящий из таких вот прямоугольников чем он интересен а тем то что если листать исторические фотографии мы увидим много чего интересного посмотрите давайте с 2010 года мы видим здесь огромное количество небольших карьеров гору эту роют 2011 год 2013 год опять роют рядом какой-то заводик появился карьер затопленный водой еще полистаем 2015 год опять карьерные работы шестнадцатый год восемнадцатый год девятнадцатый год практически всю гору уже выработали отчетливо видно технику машины и последний год 2019 уже все закрыли как так быстро умудрились я вообще не понял чем это закрыли чем отсыпали видим уже заканчивать работы так равномерно и быстро очень интересно китайцы строят принять что они тут захоронили вроде видели мы с вами что это обычный карьеру а теперь все это необычно выглядит да очень интересно по крайней мере для меня так ну давайте еще посмотрим что этот приготовил кольца вспомнил это розовые кольца обнаружил видим то что тени от них отбрасываются что за кольца непонятно как же на горе любовь написали на английском вот здесь какая-то змея странная знаете я долго рассматривал и мне показалось то что может быть это что-то на поддоме американских горок не знаю видно то что она конструкция это высокая а что такое пока понять не могу мне кажется здесь какой-то парк развлекательный строит так давайте еще посмотрим что тут китае интересного есть каналы посмотрели мегалиты давайте старый город покажу вот город в городе окруженной водой город этот старенький но в нем до сих пор живут люди старинная архитектура сохранилась где-то часть уже домов как видите старых снесли скорее всего скоро в этом месте появятся новые высотки и лишится колорита этот старый и удивительный город так вот городок в центре города остров так ну а здесь мне заинтересовали странные дыры ямы я не знаю воронки в парке что это такое также не ясно что-то наверное собирается строить так но мы дальше по меткам китайским так 8 еще один интересный город в городе обратите внимание вот на этот узор восьмиугольники находится квадрат если по максимальному приблизить мы увидим до центральный город находится под защитой рва заполнена водой это центральный город как видите квадратной формы и он также еще защищен рвом с водой форме восьмиугольника так ну и напоследок давайте еще пару меточек посмотрим так старинные террасы я это уже вам показывал то что все горы в китае состоят из таких вот террас и террасы эти очень старые большая часть из них заброшенная и не используются по назначению вот такие у меня наблюдения дорогие друзья на сегодня а на этом я хочу закончить этот видеоролик надеюсь он вам понравился и был полезен а на этом все всем до новых встреч